Я приветствую Я приветствую вас в новом выпуске на моем канале Посвящен он, как вы уже видели, блогеру Диане и ее друзьям в кавычках Сейчас мы совершим путешествие по методам, ловкам и трюкам К которым прибегают нетобросовестные блогеры Итак, я думаю, вы готовы потратить немного своего драгоценного времени А ваша реакция будет лучшей оценкой этому выпуску А значит, я забегу немножко в прошлое, чтобы восстановить ход событий YouTube выкидывает мне в ленту канал бывшего участника Дома 2 Рустама Солнцева Который позиционировал себя так Ссылка на видео в описании Личное дело Рустама Колганова Солнцева Истинные слова блуд Характер нетрадиционной ориентации В порядочных связях и поступках незамеченных Слушаю его передачи, в которых Бог Меня Меня Послал тебя Я и не могу сказать Ну, дорогая, почему от тебя потом-то пасет коньим Ну, как это вообще возможно, когда все дезодоранты уже Разговоры о культуре и хамская подача Так переплетены Что быстро устаешь И тут, в одном из выпусков, я услышал о блогере Которая сидит в эфире с бокалом Вина и под конец уже несет пьяную дичь Мне стало любопытно Так как стримы стали агрессивными Ну и все вытекающие Если хотите, чтобы я поздравил вас, ваших друзей, подруг, бабушек Не люби мозг Ладно, родная, спасибо Вы пишите, пишите Я это сделаю замечательным образом Как хочется сказать, ребята Всей этой эпидерсии Идите вы Бонусом поставлю к себе Чтобы все увидели вашу красоту Некоторые, конечно, старючие ведьмы уже Ну что поделать, девочки, я с вами Профсоюз жив А гуглив я нашел канал Диана Сплетни Лайф С 36 тысячами подписчиков Личное дело Диана Сплетни Лайф Истинная балаболка Характер истерический В порядочных связях не замечена Думает, что ее все знают За базар За базар не отвечает Проживает в Рыватской деревне В Центральной Прибалтийской Республике Образование Образование школьное К блогеру из Лос-Анджелеса И тут я узнаю О истории С руля и бабулетти Ссылка в описании А также о подробностях Которые Не афишировали Сами герои того выпуска А еще я узнал Что есть Антонина Про нее позже Которая оказалась Мужского повара Антонина Личное дело Истинный фрик Характер эпатирующий Замечен в связях Пташками Ориентация Нетрадиционно глубокая На ютюбе 8 лет Смотреть ранние видео Людям с неокрепшей психикой Воспрещается Как оказалось Антонина Это пример И вдохновитель Дианы Делать свои стримы Не имея ни опыта Ни профильного образования Человек Да, я взрослая девушка Человек Да, я взрослая девушка Вот Но я всегда Девушка Вот Но я всегда в прогрессе Я всегда бегом бегу Впереди паровоза Да, то есть Всегда бегом бегу Впереди паровоза В прогрессе Я всегда бегом бегу Впереди паровоза Да, то есть Вот Но я всегда в прогрессе Я всегда бегом бегу Впереди паровоза Да, то есть Все заранее У меня происходит Я все новости знаю У меня происходит Я все новости знаю За всем слежу И всем слежу И меня подписчики мои Тоже направляют Меня подписчики мои Тоже направляют в этом не у профильного образования или же аналитических способностей на это решится не каждый меня подписчики мои тоже направляют в этом политолог в одном ключе все здесь рассказываю на политолог конечно в кровочках и вне нет образования но я не такой знаете народный политолог я честно скажу я вот так многие профессионалы аналитики на ю тубе я я здесь королева я здесь власть я здесь главное а ты я на никто откуда вот у людей в башке вот это все думаешь вам дорогой шушера бардачная до ля-ля-ля и как она все это проебала простите да пошло все по жопе по пизде ты курица но господи плохая такая плохая все вечно биби-биби плохой оба себе говорит ребята не сритесь пожалуйста проще ебануться и не жить прости господи я вообще вот сейчас офигеваю просто просто офигевают ну и чао какао как говорится фильмы родня да чао какао но после того как она вела с подружкой катей запомните это имя веб-сайт о голливуде и в момент карантина стала осваивать youtube виде как ее коллеги по цеху полощет звезд российской эстрады вдохновившись что она тоже так может стала на эту дорожку участь хайповать взаимодействовать с аудиторией в то еще время мной был замечен фокус на канале рустама солнцева суть в том что накрутив себе подписчиков до 69 тысяч находясь в москве он был лишен монетизации так как друзья youtube не слеп и алгоритмы и прочие программы которые позволяют скажем так контролировать трафик видят все но им был предпринят маневр предшествии своей эмиграции давайте у нас сегодня как бы пробный такой эфир потому что в любом случае воскресенье вечером как выяснилось методом тыка делать блин ничего мои дорогие просто нечего поэтому лучше уже общаться и как-то вот с пользой проводить время я так подумал и вы тоже меня поддержали давайте посмотрим сегодня как будет вообще по вам по вашей какой-то активности то здесь не надо ничего ждать тут я якобы канал заблочит и он просит всех перейти на новый чистый еще где набиралась реальная подписота как они ее увеличают таким нехитрым способом можно привлечь внимание особо доверчивых зрителей к себе но вернемся к нашей героине услышав просьбу в эфире написать тайм-коды и имея ее электронную почту я откликнулся на альтруистической основе наверное неделю присылал ей эти тайм-коды получая спасибо в ответ и имея более тесное общение в личке но предупредив ее о том что все равно буду выражать свое мнение без всякого подобострастия что было принято на ура наблюдая как растут подписчики на ее youtube канале и уже 49 тысяч она телеграме 20 я как умею имеющий собственный канал изучая все способы продвижений как накрутка хайп и прочие помимо легальных дополнительно открыл себе телеграм чтобы изучить возможности этой платформы и на телегию мадам в тот момент было около 35 тысяч подписчиков хотя комментариев в чате катастрофически было мало что не могло не наводить на размышления и как снег на голову в один день было объявлено что ее помощница катя уходит и при том без предупреждения народ ополчился на катю а после того как оказывается катя сделала свой телеграм-канал за спиной о где убедены дианы народ прям хлынул поддержать несчастную дочь рыбака хотя периодичность постов с 7 утра до 3 ночи не изменилась и во время стримов также идут посты можно назвать их отложенными но такой разу работоспособности одного человека можно только позавидовать хочется спросить когда спать есть уделять время детям мужу хозяйству как-то неприлично да и это не мое дело где же ваша честность друг мы где она очень легко советовать другим будь честным а по одиночке каждый старается свою нечестность вывернуть честностью как бы это оправдать себя и свои действия но получаю ответы в личке я так устала а толку нет я лишь подбадривал что все что не делается все к лучшему теперь все доходы твои и от рекламы которая была таро раскладов и онлайн шопов с фейками брендовых вещей в то время как на ютюбе подписчики прибавлялись их было уже около 65 тысяч как вдруг новое горе на голову нашей героини нам сообщают кричат вопиют в ютюбе что канал телеграм украли имея свой телеграм-канал и группу я сам изучал все способы защиты и так далее эта новость взбодрила меня я даже справки навел как такое может быть и конечно написал ей в личку в телеграм где ранее общались на вопрос это ты ответ да я это правда про канал ответ да а как тогда ты на этом аккаунте ты ли это скажи слово парольную ответ да я это я меня вызвала массу нестыковок в голове и я стал писать ей в инстаграм так а теперь ты как я сама ничего не понимаю отвечают мне а с тобой связались до хотят денег то же время идут стрюме стримы на ютюбе как ни в чем не бывало в которых начинают обвинять блогер из лос-анджелеса и его сожительницу 60-летнюю в том что это их заказ даже скрины переписки с руля с хакерами выставила мадам прошло пару дней я связался с ней чтоб установить подробности оказывается угнали предлагая рекламу но как не могу предположить своей голове и мол чтобы ее разместить говорит она нужно было пройти по ссылке в таком случае ты должна подтвердить что ты передаешь администрацию канала этим людям сказал я справка для всех когда вы делаете подобные операции там выскакивают баннеры и не один где спрашиваются вы точно хотите передать ну и скажите какой человек здравом уме передаст свой канал неизвестно кому когда об этом предупреждает телеграм и еще немаловажную подробность группа которая привязана к каналу ее угнать без канала ну просто невозможно я как и что а теперь как в ответ погоди я сама ничего не понимаю я ее с тобой связались но ответ через пару дней и человек продолжает как ни в чем не бывало стримы сделать и рассказывать о том что не угнали телеграм-канал раскачивать эту тему напоминая публике я слышу так как логично как и многие привнули к экрану слышу обвинения то что это дело рук блогера из Лос-Анджелеса его якобы жены даже привязала какие-то скрины переговоры если хотите чтобы я поздравил вас ваших друзей подруг бабушек начали вымогать назначать выкуп пролетело в следующих эфирах на ютубе и снова я связался с мадам с тем чтобы установить подробности когда мадам огорошила всех разными из них тогда я узнал версию происходящего теперь важная подробность нет момент так как объявлено о краже канала который был привязан к этому аккаунту и поэтому угнать группу без канала вроде невозможно а первое общение с мадамой при знакомстве было в этом аккаунте так как он не был общим как бы это для личных сообщений ну и я после инфы в ютубе нахожу время и пишу в наш в ее канал это что правда который должен быть угнанным что канал угнали ну а это ты здесь на этом аккаунте ответь мне через день ответ да это я это правда я пишу а там ты можешь сказать что ты сказала тогда мне лично приходит отстанет а я ну как бы ни было продолжаем я значит пишу и в инстаграм так как мне непонятные ответы пароль как бы не был сказан не спрашиваю канал угнали хакеры я спросил каким образом написал она объясняет что ей предложили рекламу и чтобы ее разместить на канале нужно было пройти по ссылке я и окей но в этом случае тебе необходимо подтвердить что ты передаешь администрацию канала другому человеку это вот максимальное так можно понимать что ты сейчас передаешь а это значит что такое можно сделать лишь в полном и трезвом сознании и понимание последствий там несколько баннеров выскакивает вы правда ли хотите в том случае в вашем канале будут но зачем такое делают и вот я узнаю что это какие-то украинские хакеры которые хотят выкуп прошу я тут меня уже совсем подсекло вся эта история и я решил если там реальные хакеры и они готовы к общению за такую наживку просто невозможно не схватиться то есть там или супер профи или дело пахнет керосином для кого-то подумал я и значит спрашиваю а ты на связи с этими с ними что они хотят но мне озвучивают сумму держитесь за свое золотое кресло они хотят 3000 евро я прям подскочил на месте от радости и говорю а ты что она мне я такие платить не буду я ей а можно я напишу мы были в переписке я им туда тоже писал я скажу что ты готова а я буду вести переговоры ты если что подтвердишь аж ты на связи ну тебе есть желание я говорю вернуть канал спрашивает так наивно она говорит ну да в общем то я хотела бы вернуть ну я говорю тогда я пишу что условия возврата можно обсуждать со мной и я в общем в лондоне так что мы сможем провести оплату любыми видимые платежи вплоть до наличных сказано сделано написал не поверите на завтра приходит ответ а вы кто да мы хотим вернуть канал за вознаграждение я им а она что а она говорю не хочет платить там что-то а я хочу они мне а вам зачем я говорю верну хозяйке а вы что получите или вам нужен канал нет нам он не сдался тогда пишите условия оплаты в биткоинах на электронные кошельки пайпалы ответ на следующий день мы хотим полторы тысячи и мы можем обсуждать лишь пятьдесят процентов этой суммы от того чтобы отталкиваться к разговору и найти решение через день или два ответа а в это время мадам уже анонсирует что открывает канал заново справится сама настроит и сделает даже лучше интересней нет мол худо без добра ответ пишут вымогатели которые непродолжительные переписки на час торг с полторы тысячи согласились что импонту от канала нет и никакого развития он не будет иметь в итоге приходим к сумме 500 фунтов стеллинга осталось обсудить каким образом будет делать перемещение денежного эквивалента для этого состоялся звонок в телеграме между нами да 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 с этого вот аккаунта куда я и писал всегда раньше Диане где мы в дружеской атмосфере общения на понятной нам теме в беседе с которой я задавал не сильно сложные вопросы чтобы понять насколько этот человек был с явным акцентом центрального федерального округа России я в России я в России много где побывал и пожил то есть я знаю много в местах Российской Федерации так вот в этих пределах где можно встретить именно эти ударения и звучания многих слов такой вот угольник центрального региона России сказав мы связи я сказал можем придумать хоть наличными хоть биткоинами при реальном ощущении того что канал уже перешел в мое владение на это был перезвон через два дня я же как порядочно извещал мадам о каждом этапе наших переговоров она продолжала клепать свои эфиры обвиняла там с руля приводила какие-то примеры и вот пришло еще наверное пару дней с которым проведем оплату и получим канал поступило новое предложение нам канал не нужен готовый забрать просто так я удивился вообще но сказал что в таком случае гарантирую даже после получения канала и доступа перечислить в любое указанное ими место ну и здравых конечно 50% от этих 500 фунтов как честный человек окей вы готовы спрашивают они я говорю ну я сейчас не дома давайте через часик я доберусь и мы все сядут компьютер все сделаем а а сам тем временем пулик своему айти спецу объясняю ему ситуацию судил я говорю вот будет происходить примерно максимум что то в таком виде что это будет я не понимаю поэтому будь готов он открыл он открыл специально в телеге мы были готовы но спецы только на завтра были готовы ну указано сделано и вот они посылают некий файл в котором якобы скрывается пройдя по которому все возможности к доступу и переходу ему человечек был извещен что файл послан и понимая все подноготное перепроверил содержимое файла и оттелеграфировал мне что в нем содержится вирус который хорошо спрятан и он мог бы нанести вред и наше общение с вымогателями закончилось за то через время я написал на этот аккаунт и был вновь удивлен но не показал своего удивления когда мне ответила там мадам я вновь сказал что вся эта ситуация очень подозрительная в моем отношении к ней и если придет время я с нее еще спрошу за это на том сделав галочку уже вторую напротив доверия этому человеку а в это время я пронаблюдал с какой скоростью идет подписка на новый телеграм-канал который очень быстро набор около трех тысяч а потом в течение месяца дошла до восьми а потом начались непонятные скачки по две с половиной чуть ли не по пять тысяч разными наплывами в неделю полторы параллельно наблюдаю за количеством просмотров на ее посты и комментарии в то время за которое зрители смотрят ну а после на главное на количество лайков реакций ну и на предмет комплиментных ботов назовем это так итак проведем предварительные итоги открывая любой канал вы должны понимать зачем вы его открываете 90 процентов это делают с расчета монетизации а значит в одиночку с этим не справиться я вообще такой человек да я взрослая девушка вот но я всегда в прогрессе я всегда бегу а иногда приходится ребят иногда приходится работать и просто так на собственном опыте могу сказать что свой канал в ютюбе я открывал как опытный образец чтобы на собственном опыте изучить эти а также открыл телеграм-канал используя его также как открытый архив где же ваша честность друг мой а где она очень легко советовать другим будь честным а поодиночке каждый старается свою свою нечестность вывернуть честностью как бы это оправдать себя и свои действия разве я не прав информация наблюдая за новыми трюками продолжая просматривать канал мадам я принимал участие комментариями и наблюдал за новыми трюками ожидая новых фокусов но уже сдерживая себя в каких-то эмоциональных вопросах или ответов чтобы не оказаться в неудобном положении а тем более не раскидываться словами за которые все равно придется отвечать то она открывает вип-канал для особых зрителей за 5 евро в месяц где участники могут выражать свое мнение в общем видео чате написал я ей что тоже хотел бы по моему туда же в телегу быть участником такого випа но на безвозмездной основе и мне был прислан линк для того чтобы я вступил в канал бесплатно чуть позже я попросил линк для личного аккаунта так как не всегда могу с одного лица второго на тот момент участниками было порядка 60 человек на вип-канале еще не обращаю внимание на то что в чате участвуют от силы 10 человек которые оставляют комментарии и переписываются между собой что создает впечатление количества комментариев в то время как особо активных участников было 5-7 человек готовые выходить в эфир рассказывать свои истории о известных или вопросах или темах чата где и мне позволяли высказаться в основном в конце стрима я был приятно удивлен некоторыми участниками из Германии из Америки и из Израиля которые делали основной контент этих эфиров приняв это все сведению я продолжил наблюдать и временами участвовать параллельно на ВИП-канале на ВИП-канале как и продолжались эфиры но уже и реже раз в две недели раз в неделю при том что количество ораторов не менялось и уже появились те кто был постоянным ораторами добавлю это были или воспитанные образованные зрители которые даже вещая из Украины не позволяли себе оскорбление или разжигание национальной розни ниже с моей твердой позиции давать выступать стали меньше на что я не жаловался с некоторыми из участников я до сих пор переписываюсь личики это очень порядочные люди за это время количество подписчиков на ютубе выросло до восьмидесяти девяносто тысяч потом и к ста тысячам при этом количество смотрящих эфиров пришло от тысячи еле к двум что никак не коррелируется с тем что количество просмотров было около тридцати тысяч на выпуск при этом делаю справку а иногда приходится ребят иногда приходится работать и просто так да то что вы видите на счетчике это не количество просмотров это количество заходов на канал разных людей которые увидели открытку и зашли посмотреть что это или увидели что идет эфир и заскочили в него на тридцать секунд или более а уже сколько минут пять десять вы можете узнать лишь в аналитике своего ютуб канала доступны только автору такую статистику не могут многие позволить себе обнародовать в реале потому что она будет не такой как видимость при этом не задумываясь что есть другие инструменты которыми можно изучать и мерить трассики каналов мадам не знает потому что в этом надо разбираться чтобы понимание было кстати должен вам сказать что аудитория канала лос-анжелесского блогера также увеличивалась с какими-то непонятными темпами при том что количество просмотров в эфирах или как-то онлайн стримах не росло вообще даже при том что тот всякими фейгинами и грянул грэмами чикагскими радиоканалами как только там увеличивали аудиторию себе но в момент когда мы обратили внимание в момент когда нужно было сдавать налоговые декларации в америке и скажем так благодаря телеграм-каналу одного подмосковного блогера который делает вырезки из эфиров канала блогермен заходите кому интересно эти виски многие уже видели я и не могу сказать ну дорогая почему от тебя потом то пасет коньем ну как это вообще возможно ну помните что публика в чатах и разных каналах бывает агрессивной и хамоватой но вернемся к мадам напоминаю что один из тех с кем она на связи это телеграм-канал некой некий рашин фокс человек который был модератором или администратором как они там называют между собой свое время у блогера антона с которого как я вам ранее говорил является я бы так сказал наверное именно отправной точкой ее блогерство примером как сказать что и такое тоже прокатит и несомненно полагаю что тот человек сливал схемы привлечения и накрутки которыми ранее когда-то пользовался и сам тот блогер я так полагаю годы назад несомненно это методы работают но уже не так алгоритмы уже видят многие из действий но также поменялись и бота фирмы и накрутчики они тоже предлагают разные контенты по количеству и времени того как и когда будет работать ваш как сказать ваша услуга ну и вот как я полагаю этим не побрезгивало и наша мадам и вскоре при росте накрутки подписчиков она была лишена монетизации от ютуба о чем очень упорно говорила и просила лайки и донат объясняю это всякой лапшой на уши зрителям добавляя матерную речь которая гарантированно для всех говорила о том что да канал не монетизируется прошло еще немножко времени а количество просмотров не росло где же ваша честность вдруг мы а где она очень легко советовать другим будь честным а поодиночке каждый старается свою нечестность вывернуть честностью как бы это оправдать себя и свои действия разве я не прав и вот наблюдая все это у меня чесались руки сделать какой-то ролик о деянии запросил разрешение опубликовать ролик такой дружеский шар так как уже смолтировал и сказал что это такая зарисовочка на память добавим что даже черный пиар тоже пиар получил одобрение я его опубликовал вот ссылку писания можете посмотреть мне кажется получилось весело в то же время продолжаю указывать на явные ошибки вторые факты но аккуратно в переписке в личке я как и все услышал о том что она готовит бомбический контент о российских звездах ее военно-политическая аналитика оставляла желать лучшего мне казалось это будет интересно и оказывается это будет в соавторстве с неким пранк-блогером суреном бывшим помощником редактора у самого Андрея Малахова напоминаю что и с руль бывал экспертом у Андрея Малахова на нескольких передачах там где Прохор Шаляпин вообще кто такой Прохор Шаляпин кто о нем думает если о нем специально не говорят и вот мадам стал пиарить и просить свою аудиторию подписываться на его новый канал и вот он первый пробный стрим совместный Саряна и Мадамы в телеграм канале тема Алла Пугачева я не выдержал запись этого эфира и выложил себя на канале а также предложил ей запись этого эфира вот ссылка будет в описании можете посмотреть что говорили эти люди в первом своем разговоре хотя смотреть там можно только для общего уровня понимания образа этого на випе в тот момент начались перерывы хотя я был удивлен что количество подписчиков приблизилось к трехсот там скольки то уже якобы плательщиков за эту подписку ценники были десять евро в месяц или пятьдесят за полгода и это при том что эфиры были раз в две-три недели а потом мы вообще пропали тем не менее анонсах об особом контенте который ждет зрителей на канале вип-канале продолжались в то же время в личной переписке мадам не жаловалась что никакого толка нет от ее сидения в эфире иногда приходится ребят иногда приходится работать и просто так да по три часа почти что мне в очередной раз подтвердило мои выводы о том что донаторы и их озвучивание в эфире это такой маркетинговый ход показывать о том что есть те кто поддерживает ее эфиры является по моему предположению фейковыми донаторами это раньше практиковал ее визави из Лос-Анджелеса но все это рассыпалось в тот момент когда выяснилось что в декларациях о доходах сумма поступлений за год у него была на уровне соответствующих бездомных жителей США то есть друзья там декларировать нечего еще раз хочу заметить что все серьезные каналы будь то интервьюеры типа Дудя Манучарова всякой стрелец а также новостные типа Дождя Грянул Грэм там я не знаю какие хотите в первую очередь имеют команду стратегию и несомненно спонсоров или там живут на гранты которые дают материальный потенциал и при этом всем каналы аффилированы даже если ее и скрывать она все равно прорывается в нарративах а значит это кому-то надо при этом есть моновещатели которые для привлечения ведут интервью рубрики с гостями мы должны внимательно рассматривать я здесь королева я здесь власть я здесь главное а ты я на никто откуда вот у людей в башке вот это все думаешь вам дорогая вы шушара бардачна в и шушара бардачна вы шушара бардачна вы шушара бардачна вы шушер бардачна я честно скажу я вот как многие профессионалы аналитики на ютубе как она все это проебала простите да пошло все по шопе по пизде ты курица но господи плохая такая плохая все лично биби-биби плохой области говорит ребята не сритесь пожалуйста проще ебануться и не жить прости господи я вообще вот сейчас офигеваю просто просто офигеваю ну и чао какао как говорится количество подписчиков смотрящих онлайн количество заходивших на канал моего популярности среди медиа судите сами но главное в эфирах вы можете видеть количество стикеров и платных вопросов что несомненно говорит о поступлениях и интересе да и главное что я не сказал это образование начитанность культура общения и выражение своей точки зрения опираясь на факты всех маломальски серьезных людей давайте даже прыгнем в ту латвию в которой проживает мадам замечу что ее материальные блага или семья меня совершенно не интересуют но если мы рассмотрим глиафов которые взрастили благодаря бывшему президенту россии и редактора того госпожи синдиеву на еще одном которым выделялось там много времени и речь я веду о канале дождь на и еще каналу живой гвоздь так вот дождь вот количество подписчиков количество просмотров количество выпусков судите сами причем телеканал дождь ну или же живой гвоздь его вездесущий алексей венедиктов самая старейшая либеральная медиа девяносто первого года эхо москвы с ее давно известными гостями вот просмотры эфиров и теперь сравним мадаму с ее каналом с ее подписчиками с ее просмотрами и и коллеги с руль и антонина 1 поле ягода вот и делайте выводы при такой бешеной популярности постоянное требование донатов и лайков да очень много людей подписывается после них очень много знаменитостей ко мне приходит просят об интервью кстати да вот может быть скоро будет большой сюрприз для вас когда-нибудь да я уже на это намекала но я к тому говорю что именно они меня продвигают они пишут собчак они пишут там этим всем ну кому только они не пишут обо мне таким образом вам не больше людей узнать наверное говорит о супер популярности раз люди уходят от такого блогера обсудить и посмеяться на другие телеграм-каналы ну а если я ошибаюсь то подскажите мне комментарии на этом дорогие друзья для всех кто потратил свое время и посмотрел этот выпуск так of the day на ну да это это с